Пахараш, попросил мне объяснить для наших уважаемых гостей, которые пришли первый раз или не очень знакомы с нашей традицией, почему собравшись хлопают в ладоши, обычно хлопают в ладоши, приветствуя кого-то, кто занимает большое положение или кто-то, кто сделал нечто очень важное, он прославился и таким образом его приветствуют, прославляют. Мы поем святое имя Господа Кришны, имя не отличное от самого Бога, таким образом он приветствует имя, имя Господа, которое не отличное от него самого, хлопают в ладоши. Когда люди хлопают какую-то великую личность, например, премьер-министру, президенту, то похлопали, похлопали, ничего особо не убудет, но не прибавится. Но когда хлопают Верховному Господу, приветствуют Верховному Господу, Его святое имя, то меняется судьба человека в лучшую сторону. В этом мире так много страданий, с которым мы сталкиваемся. Прабу, подвиньтесь, пожалуйста, поставьте девочку беременную. Одно из имен Верховного Господа Ишвара, Ишвара означает Ишвара Парама Кришна, Кришна, высечающий Ишвара, Ишвара означает Повелитель. Почему он называет Ишвара Повелительным? Потому что он делает невозможное возможным, а возможное невозможным. То есть его могущества не ограничены. По этой причине мы хлопаем, он может поменять нашу цель вовку. Ишвара, 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 Ишвара. Когда у человека плохая судьба, им вынуждены встретиться со множеством страданий, такие люди отправляются в Индии к астрологу, чтобы выяснить, что их ждет, насколько все печально. Астролог смотрит на линии на руках, потому что обычно астролог так же и хироман. Он смотрит, да, здесь линия прерывается, но он ничего с этим не может сделать. Астролог не может поменять линии на руках. Но когда люди хлопают к Господу, приветствуют Его, Господь Ишвара делает невозможное возможным, а возможно и невозможным. Он меняет судьбу в одном межновении. Они хлопают, и их судьба меняется, их линии на руках меняются. Всяга. Вы видите, как у Иссера Ординь. Это ладий на лево, и в неру на линии на лево, и на линии на линии. Здесь есть четыре, четыре. Родные лево и сдачи,, четыре. Сделано линия, и вот так же. Это конец лазерный, не реальный, жалкий лист. Здесь, если никто не believe в эту лазерную сторону, то это очень твердые, что я хочу видеть, то есть у вас будет очень счастлива, так что уже всё это очень счастлива, вставка более готовы, комфортно, то вот это все, как всё было хорошо, и всё было хорошо. Так что, класть на его форме, когда все равно дает прогулку, И романтия Индии говорит о том, что у человека на руке есть линия удачи. Это центральная линия у мужчины на правой руке, у женщины на левой руке. Если эта линия ясная, четкая, значит у человека очень хорошая судьба. У него все будет хорошо и в материальном смысле, и в духовном смысле. У женщины на левой руке, у мужчины на правой руке, это линия. Линия удачи. Ее называют у нас, называют линией судьбы. Если у кого-то проблемы с этой линией, и он хлопает во время растения святого умения, это восстанавливает или наоборот создает эту линию. Поэтому постарайтесь не упустить свои шансы, когда появятся святые имена, хлопок в ладоши. Это поможет вашей судьбе. Вам поможет. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 каких-то беспокоить все равно само тело будет болеть через какое-то время потом доставляет ум своими беспокойствами страдание приносит другие живые существа одебалки как лешат страдание приносит стихийные бедствия вот например сейчас был град и люди быстро быстро так забегали с пляжа кроме того есть рождение которое болезненно есть болезни есть старение и смерть все это всевозможные страдания который живой существо испытывает господь известен как хари тот кто уносит он все это забирает кришна наш ум очень беспокоен чаще всего столько много причин для этого кришна означает состоять из двух слов да нет кристоя в России здесь пришли наслаждения это название прихиться крисна какие-то крисна Я сначала объясню то, что прежде объяснил, а потом то, что сейчас. Кришна состоит из двух слогов. Кри, этот слог означает, что он все привлекающий. Наш ум мечется, но если он найдет что-то привлекательное, он основит свой бег. Кришна обладает такими качествами. Стоит произнести имя Кри, вот это слогово Кри. Ум успокаивается. На означает дай ручь наслаждение. Рама означает тот, кто пребывает в сердце каждого и дарует умиротворение, спокойствие. Также слово Кришна, оно есть во множестве языков. Например, Махара сейчас говорил, Jesus Christ, это если в Европе на английском языке. Вот это слово Christ происходит от слова Кришна, это можно отследить. Например, слово Кришна в Индии произносится в зависимости от языка разным способом. Например, Крусна, Крисна, Критсна, Красна, Кришта. То есть есть разные способы произношения имени Кришны. И отсюда произошло, потому что индоевропейские языки все выходят из санскрита. Отсюда происходит Christ, а на русском языке Христос. Да, мы с вами разные. Немного. 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 Когда мы повторяем Святое Имя, мы непосредственно соприкасаемся с самим Кришной, с самим Верховным Господом. Почему? Потому что Он не отлично в слове имени. В нашем мире личность и имя отличны. Но в духовном мире, в мире абсолютно нет разницы между именем и носителем имени. Но даже в этом мире, если мы к кому-то обращаемся, например, этого человека, молодого человека зовут Бимал. Бимал Прасад. Если я скажу, Бимал, ты такой хороший, твоя природа так сладостная и так далее. Он ищет улыбаться, он будет доволен. Если мы будем прославлять Кришну, когда мы прославляем Кришну, в этот момент Он появляется. И когда мы прославляем Его имя, Он тоже доволен, это естественно. Когда мы говорим, Калачанд, еще кому-то, естественно, человеку нравится, когда упоминает Его имя. Человек начинает улыбаться, и тоже Кришна будет, это естественная психология. Поэтому также постарайтесь, попробуйте произносить Святое Имя. И потом Харшва, если у них есть один пепер, они могут дать им, чтобы они могли прочитать Мухаммад. Записать ты начнешь? А, языка, разве? Ну, он таким же... Листочки, да, знаете, у тебя есть написано Мухаммаду. Нету там, да? Оно очень плохо видно. Да, я все знаю. Нету там, но очень плохо видно. Голубой рубашка, я знаю, да? А, знаете, да? Хорошо. А, знаете, да? Вы знаете, он говорит, что это мантра, это маха-мантра, это мантра, или в Индии, это индийский язык, это мантра. Это мантра, это мантра, это мантра, это мистический поворот. Это маха-мантра, это мантра, это мистический поворот. Если вы хотите, то есть его название, он может подчиняться вашей железе. Согласно Редам, существуют такие необыченные, мистические, могущественные звуки, они называются мантры. А есть маха-мантра, маха означает великая мантра, это самая могущественная мантра, то есть звук, который обладает колоссальной силой. В Падмакуране про маха-мантру, которую мы пели, говорится следующее. Намачинтамани Кришна, чейтаня раса виграха. Намачинтамани означает, мани означает драгоценный камень, то есть нечто очень яркое и церное. А чинта означает сознание, то есть это святое имя, которое драгоценного камня дарует исполнение, то есть исполняет все желания. Причем ему не нужно даже говорить, о, пожалуйста, исполни мое желание. Он знает наше желание, чинта, чинта означает сознание, он отслеживает наше сознание, все малейшие движения души. И поэтому исполняет, может исполнить эти желания. Потому что силы не ограничены, потому что святое имя, сам Господь, а давно и тоже. Послушайте, пожалуйста, историю. Добрый вечер. Всем махараджа попросит рассказать мне одну историю. Я расскажу его вкратце, чтобы не отнимать время махараджа, ведь его слова намного более могущественны, чем мои. Однажды был один браман. Браман – это священный служитель, это человек, который занимает в обществе наивысшее положение, потому что он знает истину бытия, он знает о том, в чем смысл, в чем суть жизни. И браманами обычно называют тех людей, которые обладают определенными качествами и не способны изучать священное писание, потому что они знают Бога, ведь Господь является стоящим в силах. Так вот, однажды у этого брамана была дочь, и он хотел выдать ее замуж. И, конечно же, для свадьбы нужны средства, а средства у него не было бы приданное, да, нужно, потому что священнослужители, они обычно ведут отреченный образ жизни, а для такого события, это же идея своей дочь, нужны были деньги. И он молился Господу Шанкаре, и тогда в своей медитации Господь Шанкар ему ответил, ты знаешь, вот неподалеку здесь живет Санатана Госвами, и у него есть то, что тебе нужно, у него есть философский камень, который может исполнить любое желание, и который любой металл может превратить в золото, сходи к ним, и он тебе его даст. Когда этот браман отправился к Санатану Госвами, он пришел, увидел, что Санатану Госвами абсолютно ничем не интересуется, он был полностью погружен в молитву, и он попросил у него, сказав, что ему Господь в медитации подсказал прийти к нему, получить этот камень. И Санатан Госвами указал, просто не отрываясь от молитвы, показал рукой на мусорную кучу, которая лежала возле его хижины, и дав понять браману, что этот философский камень находится в мусорной куче. Тогда этот браман подошел к этой куче, нашел этот камень, и отправился во своясье с широкой улыбкой на устах, ведь, наконец-таки, его желание осуществилось, что он сможет обеспечить свою дочь хорошим преданным и выдать ее замуж. Но тут его осенило, он подумал, какая же такая сила заставила этого Садху выбросить в мусор этот философский камень, который делает из железа золото. И он решил вернуться к нему и спросил, в чем же дело? Тогда тот ответил, ты знаешь, ни одно богатство этого мира не сравнится со сладостью, которую мы можем обрести, воспевая святые имена и обретя нашу связь с Господом, потому что Господь является источником всего. И ни за какие деньги в этом мире мы не сможем купить здоровье, если мы его потеряем, мы не сможем избавиться от болезней, мы не сможем избавиться от смертей, но ведь все мы хотим счастья. И тогда этот Браман решил спросить, какое такое счастье можно обрести в молитве и обретя даршам Господа, обретя непосредственно видение Господа и общение с Ним. И тогда Санат Магасвами подал ему наставление, после чего этот Браман полностью оставил все свои желания и придался ему, став его учеником и погрузился в молитву. Вот такая история вкратце. Спасибо. Санат Магасвами 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 Продолжение следует... ...Подолжение следует... А helped Paul... ...я сутью футболь! Жив Figure inichuри... Get Self and Singed... When you have Simedons Janakaran cię, Материал, это не медленная работа для вас. Самое количество сверху, что материал, ты так чувствуешь, ты широкая. И это просто теряется, такой меренцией. Из-за лавы атмосферы, это очень печальная работа. Подготавливается сахетананда, сад, сад, чир, он воскрешен. А того, что ты присединился к вам, более крепкая, остальная работа. Мы только что пели не Харе Кришну Мухаммантру, а Харибол, что это означает. Хари, мы уже слышали, это имя Верховного Господа означает тот, кто носит все страдания. Бол означает это призывание. Пойте, повторяйте, повторяйте имя Хари, повторяйте, пойте имя Хари. И так часто люди приветствуют, за место здрасте, они говорят друг другу в Индии так, они говорят, Харибол, Харибол. Почему? Потому что в этом мире так много страданий. Насколько человек привязан к этому миру, настолько он будет страдать. Почему? Потому что здесь все временно, природа души вечно, а здесь все временно мы к чему-то привязываемся, а потом-то теряем и страдаем. Но имя Господа обладает той же природой, что и сам Господь. Сад Читанандр. Вечно знание и блаженство. Такова природа Святого Имени и Верховного Господа. И человек, который повторяет Святое Имя, обретает и вечность, и знание блаженства. Такова Беда, Рома Сутилик, Атхатова, Брахмах, Жигнанса. В этом мире есть три слова. Атха, Атха, Брахмах, Жигнанса. Атха, Брахмах, Жигнанса. Но все время искать счастье, все время искать счастье! Ни в другом степень не хочет, чтобы жизнь не захватился и любит жизнь. Ни в другом степени не хочет счастье? Небось нужно счастье, получается! Нitä, почему有人 хочет счастье? Небось не教わ Значит, что можно счастье счастья? Небось! Натурально, у нас可以 счастье счастье. Когда ребенка génит и у starts,, в тех порах не очень счастье! Почему? Академия Сутью всего ведического канона является Брахма-сутра, она же Веданта-сутра. Это небольшое произведение, состоящее из 550 кратких изречений, которые обобщают все ведическое знание с философской точки зрения. И первое же сутра, то есть первое изречение говорит Атата Брама Джигаса. Это утверждение состоит из трех слов. Ата, первое слово, оно означает, что в этом мире все живые существа ищут лишь счастье. Других целей нету. Никто осознанно не ищет страданий. И этому не учат. То есть не говорят с детства, ты должен искать счастье, сынок или дочек. Нет, этого не нужно. Это просто из самой природы живого существа. Из природы человека идет поиск счастья. Это естественно. Это natural to fight. А, да. Почему душа, почему живое существо ищет счастье? Потому что она является маленькой частицей Верховного Господа. Его природа – вечность, знание и блаженство. И поскольку он сам жаждет быть счастливым, мы унаследовали его природу, будучи его уменьшайшими частицами. Поэтому и мы также ищем счастье. Да. Считаем, что мы говорим, что «Лоддь есть сад, чето, ананда». Он – он – он – он. 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 Существует easier, это только 13 и никогда не больше. И на крышна же always он был 13 и никогда не больше. Он стоял 125, не заставил без тапки и не заставил без тапки. И на джер и заставил 1000 năm. Он работает только в джер и 16,000 сгл. Он стоял без тапки и без тапки. Кто-то из вас хочет быть старым, кто-то хочет постарееться, необычным. Махарадж только что объяснял, что поскольку природа Господа, Он вечен, полон знаний и блаженства, мы также наследуем такую же природу, мы также хотим быть вечными. Когда Господь Шикришна 5000 лет назад явился в этом мире, вот так Он выглядит. Он никогда не становится старше в возрасте, 13,5 лет. Он всегда вечно юный, юноша. Прежде, когда Он явился как Рама Чандра, Он прожил в этом мире 11 тысяч лет, но никогда у Него не было ни усов, ни бороды. Он не старел, как и Кришна. Он всегда был такой вот. 125 лет Он был на нашей земле 5000 лет назад, и все 125 лет у Него не было ни усов, ни бороды. Он всегда был вот в этом возрасте, 13,5 лет, юноша. И поскольку Он вечен, мы также стремимся к такой же вечности, то есть всегда быть юными, красивыми. Он тоже, пусть они придут о том, чтобы каждый день прячься награды. Мне можно узнать, чтобы он был вот, чтобы были вот здесь. Денький, чтобы выезд покопаться в вашем мире. Мы должны посмотреть, что он это говорит. это выражается в том что даже если то есть стремление к вечности выражается в том что люди мне нравится когда у них появляются седина или машины появляются они тут же вырывают если какие-то морщины какие-то изменения не сразу салон красоты пытаются мной принести тело порядок даже 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 если женщина будет например 90 100 лет она смотрит в зеркало она не будет считать что ей там 100 или 90 лет она будет думать себя немного моложе почему так происходит потому что мы его дети сыновья и дочери это его качество быть вечно юный красиво поэтому мы хотим быть такими же мы наследуем от него это желание второе качество господа чит чит означает исполненные знания мы будучи его детьми также хотим быть знающими мы стремимся повысить наши профессиональные профессиональные знания нашу компетенцию мы окончим какие-то курсы заканчиваем институт и получаем разные докторские сертификаты все прочее если кто-то нам скажет ты дурак мы скажем ты сам дурак и третий качество верховного господа она означает он блаженен по этой причине мы также хотим быть блаженными и ради этого мы все делаем отправляемся учиться вступаем семейную жизнь но чтобы мы не делали счастье почему бы недостижимым нет встречи оттого но и я столкнул на ответ оттер не Насколько счастлив, нибудь счастлив, кто-то неправda уважает, не торчат, кто-то такой, кто-то не со близким. Небудь счастлив, будто бы у неё раздражаешь. Если ты звонишь, все нормально, все хорошо. Но это всё, вот это всё. Так всё. Чего бы, чомик. Итак, первое слово «Ата» означает, что мы всегда находимся в поиске счастья. Второе слово «Атага». «Атага» означает, несмотря на все наши усилия найти это счастье в этом мире, мы все время испытываем разочарование. Спасибо. Мы испытываем разочарование. Очередной раз не получился, наш план сорвался. Мы приложили столько усилий, но при этом даже добившись, исполнил нашего плана, не испытываем счастье от этого. Вы не feeling happiness. Even the любитографian. Я помог. Сейчас поменьше. Ты себе, почему мы уже терз Elise? Почему мы не терзем. Причинский трек Volunt commitment всем Бог. Продолжение следует... На сынскрите есть такое слово lie. Если к нему прибавить другое слово, lie означает там, где чего-то очень много. Например, видео lie. Это школа, то есть место, где обретают знания. Ашадаллай означает аптека, то есть место, где можно купить, приобрести лекарства. Например, баджаналлай, это ресторан. Баджан означает кушать. Баджаналлай, то есть место, где много еды, где можно покушать. А этот мир на санскрите называется... Дукхаллай, ашашвата. Дукха означает страдание, lie место, где очень много страданий. Ашашвата означает и все временно. Это сказал, так охарактеризовал наш мир тот, кто его создал. Зато лучше всего знает, что он себе представляет. И возникает вопрос, как же тогда обрести счастье? И возникает вопрос, как же тогда обрести счастье? И на это отвечает вторая часть этого утверждения. Брахма джигьяса. Брахма означает Верховный Господь, джигьясава прошать, то есть искать Бога, поклоняться Богу, повторять Его святые имена. Всего это дару и человеку счастье. Да. Итак, это говорит о том, почему в скурте говорит о том, что Раса, Байса, Джадраса, Джабайям, Лапа, Ананда, Бхавати. Потому что это говорит о том, что он полный рас, полный блеск, полный ангел, полный ананда, полный ананда. И Брахма означает, что он полный рас, он может быть полный рас. Полный блеск, он может быть полный блеск, полный счастье, он может быть полный счастье. Почему так происходит? Почему наш поиск здесь не дает успеха, не приводит к успеху? Потому что дукалой, он в мир исполнит страдание, в то время как Господь, как о нем говорит в Писаниях, раса вайса ага, он исполнит расы, блаженство. Он, и здесь мы под именем Брахма, в Ведах. Брахма означает величайший. Тот, кто с ним соприкасается, с этим Брахма, сам становится великим. Тот, кто соприкасается с Брахмой, обретает блаженство. Тот, кто соприкасается с Брахмой, становится счастливым и удовлетворенным. Он становится знающим. Все исходит от него. И Господь, зная наше положение в этом мире, о том, что нам очень сложно совершать аскезы в наш век в Кальюгу, жизнь короткая, полна беспокойств, и люди не склонны совершению аскезы. Поэтому Господь дает самый простой метод любовного возвышения в форме повторения или воспевания святых, его святых именов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Анатолий Пиняев Субтитры создавал DimaTorzok 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 После чего он начал практиковать духовную жизнь, повторять святое имя и проповедовать. Он очень активно проповедовал. Мне рассказывает, что он мог говорить 20 часов подряд. Это правда? Да. На самом деле я сам являюсь проповедником. Но я 20 часов не смогу говорить. Чтобы не есть, и говорить, столько энергии уходит. Но у него была такая сила, что он пропадал. Он мог говорить 20 часов подряд. Люди приходили, уходили, приходили, уходили, продолжал говорить. Из-за чего через какое-то время КГБ постаралось его поймать. В те времена был карательный орган. И у этого карательного органа были свои палачи. Один преданый мне рассказал историю Зубмадавананда праву. Я не совсем понял. Он сам встретил ту женщину или от кого-то услышал об этой женщине. Она была как раз палачом в карательном органе КГБ. Она вводила инъекции Анатолию Пеняеву, которого мы зовем Ананта Шанти. Которые должны были его сначала сломить, а потом убить. Но через это время она заметила, что несмотря на все эти инъекции, он продолжает повторять Махамантру. И он остается в сознании. Она была изумлена. Она сказала, эти инъекции мы делали другим верующим. Мы ломали верующих и убивали верующих. Но с этим человеком мы не смогли сделать ничего. Через некоторое время они поймали Ашутошу, еще одного преданного Кришны, яркого проповедника. И она, уже убедившись, что результата не будет, она выслушала от него учение и приняла сердцем. Ей очень понравилось учение. И все инъекции она просто в ракину выливала. Один преданный своей верой, своей борьбой защитил других. Мы сейчас можем свободно собираться, повторять, петь Харе Кришна. Потому что есть те, кто совершили подвиг. Они защищали свою веру. Но защищая свою веру, они защитили нас. Среди нас есть такие преданные. Рупанога и Пурнамаси Диди. Они в свое время страдали за свою веру. Но сейчас мы благодаря им, благодаря их подвигам, можем свободно петь и повторять Святое Имя. Я говорил о первых девочках в России, о том, как КГБ пытался убить его. Это проходило, что они не удержали его 6 лет. А на 6 лет они пытались его убить и Суамить. 6 лет он был в жале, и они подняли инъекции, которые хотели сделать его мертв и убить. Но он упомянул Харинам в любом случае. Он говорил, иногда он уходил весь день, повторяя 16 кругов. Обычно человеку нужно 2 часа, чтобы повторить 16 кругов на четках. Святого имени Харикришна Махамантры. Но под влиянием этих уколов, его сознание было таким методом, что он повторял весь день, лишь 16 кругов у него уходил. Но он продолжал повторять. Она была изумлена тем, что они не могут с ним ничего сделать. А он вне их власти. Об этом говорит в священных писаниях, что через преданное Господа, поскольку он отдал свою прану Верховному Господу, свою жизненную силу, отдал Верховному Господу, никто не может забрать его жизнь. Прохлада Махараджа отец пытался убить всевозможными способами, что он только не делал. Харидаса Такара пытались убить тоже, но не смогли ни Харидаса Такара, ни Прохлада Махараджа убить. И эта современная история, которая произошла в нашей стране, доказывает эту же самую истину, что Кришна объявил в Бхагавадгите, а Джуна объяви всем. А Джуна удивился, ну почему я? Разве Слово Верховного Господа недостаточно? Он сказал, нет, недостаточно. Почему? Я иногда отступаю от Слово в угоду своим преданным. Но если ты объявишь, я сделаю все, чтобы твое Слово сбылось. Объяви, Джуна, мой Бхакта, мой преданный никогда не погибнет. Я думал, что КГБ пытался убить первые девоты, Бхагдан-Сепропа-дисципли, Анна Тащанки. В шесть лет они пытались убить, но не могли. После этого они убили еще один девотик, но потому что они обнаружили, что их системы не работают, они не делают то же самое для него. И потому что, сейчас, девотики могут свободно убить Харинам. Я подключил еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Когда на КГБ, в России, в КГБ, в КГБ, в КГБ и, в КГБ, в КГБ, в КГБ, в КГБ, в КГБ и в КГБ. И они спустят в КГБ и в КГБ и в КГБ. Гichtig. Варвары дома находится Our בятый Бистиг. И победы. Грянцы бежит. А на альтернате были записаны от Ночи. Ночи, кто-то сказал нам, Ночи, кто-то сказал. И мы третьим, кто-то. И мы, кто-то сказал нам, Теперь они члены Рина и члены Нишнигадевы. Когда члены Нишнигадевы, Нишнигадева на ночь взрослый человек, сидит на честь, как Нишнигадевы Кажи. Если вы уничтожите мой доводец, я могу уничтожить его, чтобы вы уничтожите Нишнигадеву, сидите на честь и уничтожите. Зачем вы думаете, что я люблю, и в нем то виспом 보란е, когда он еще покидался и дәлм, чего вы думаете, что он не любит, а после какого уничтожите депутат, я вот и даты в депутаты соглашали, и что я добровольно, Махарадж тоже рассказал историю о том, что происходило в СССР. Я никогда ее раньше не слышал, возможно даже легенда какая-то уже пошла дальше, но я расскажу, как услышал Махараджа. Может вы узнаете эту историю. Это происходило в тюрьме, в одной из тюрем СССР, где держали нескольких преданных в одной из камер. Там была практика такая, что заключенных били палками в день по одной камере. И в какой-то момент должны были дойти до преданных. И они молились Господу Нарисим Хадеву. Есть особый облик у Господа, в котором приходит в этот мир защищать своих слуг. В этом облике у него тело человеческое, а голова льва. И те, кто доставляет беспокойство преданным, он их кладет себе на колени и руками разрывает. Ну или оставляет следы на груди глубокие, говорит еще раз и я тебя порву. И наступило время, когда ночь, на следующий день они должны были побить преданных. И они молились Господу Нарисим Хадеву. И Нарисим Хадев ночью явился тому, кто ответственен был за эти избиения. И оставил ему следы на груди и сказал, если ты это сделаешь, я тебя убью. И этот тюремщик пришел к преданным и просил у них Прошинского, пожалуйста, посидите. Попросите вашего Господа, меня не убивайте, трогайте. Он говорит, такой страшный, у него голова, говорит, как угла. Да, и у него следы остались от ногтей Господа на груди. А? Парджанин, хорошо. Парджанин, хорошо. Ну вот говорят, он был в Парджане. Он был в Сочи. Это произошло с ним, он был в жиле за четыре года. Вот так вот. Хорошо, если вы из Хари, вы называете Господа, всегда в безопасности. Поэтому, когда вы зовете Господа, Он придет вам на помощь. Скоро Слоба, Вы начали работать, он ходить сам constituents. Это она of course, сказала, что сказал, что на тюрьте сам conos трус. Вы знаете, что это слово? Я знаю, но я знаю, что это слово. Вы можете видеть, что это человеческое, что это не обычное человеческое. Он говорит, что 8-4 ласк, в цикл, в birth и в декабре. Это не гарантия. И это не гарантия. Чешли, изучение тела, наливание, уолок, и воду, и наиболее за 1000 лет. Митя 20 лет, живот 30 лет. И с этого сарафти, с арабеменностью, то, что у него будут неомогреть. Примерно ли у них... У нас тренировки жили? 11 сантиметров. Сантиметров. Я не понял цифры, сколько там каких-то существ. Одиннадцать благов, это миллион сто тысяч и таково. В шримад Бхагава там есть стих, в котором говорится о ценности человеческой формы жизни. Идам Судурлабхам, я только запомнил это. Судурлабхам означает, лабха означает обретать, дур означает трудно, а су это усиливающая частица, означает человеческая жизнь очень трудно обретаема. И в этом стихе объясняется, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во вселенной. Из них 8 миллионов это не человеческие формы жизни, а всякие насекомые, растения, рыбы, птицы, звери, очень много. И даже пройдя, когда душа проходит в своей эволюции, сознание проходит через все эти формы жизни, ей не гарантируется человеческая форма жизни. Посмотрите, даже в одном стакане воды всяких микроорганизмов больше, чем людей на этой планете. Сколько птиц, сколько насекомых, сколько растений, а сколько людей? Очень мало. Поэтому человеческая форма жизни это подарок Бога какой-то конкретной душе. Возможность вырваться из этого цикла перерождений и смертей. Возможность вырваться с самсарой. Возможность вырваться с самсарой. Слава, с удара, с удара, с дамом, с дамом. Это то, что мы говорили, что это очень много, это очень много, очень много, очень много. عauto-любился вот этот datasets три лет только эти лет поступает только это eneca тоже тоже реагирует 1 Человеческая жизнь – очень ценный дар. Господь дал нам два уха, чтобы слушать о славе Господа. Он дал один язык, чтобы славить Господа. Он дал два глаза, чтобы смотреть на Господа. Две ноги дал, чтобы идти в то место, где рассказывается слава Господа. И одно сердце, чтобы любить Господа. И один мозг, чтобы думать о Господе. То есть это очень-очень полезно. Но это анитям. Анитям означает, что в любом случае он может умер. Он может умереть. Только так много лет я могу жить. Никто не может сказать. И в этом стихе говорится дальше анитям. Анитям означает не вечное. Анитя означает вечное. А А – отрицание. То есть, несмотря на эту ценность, это человеческое тело не вечно. Однажды его жизнь может прерваться. Причем прерваться может в любое мгновение. И хотя это тело временно, оно обладает огромной ценности. Почему? Потому что оно дает возможность живому существу прервать непрерывный цикл выражений и смертей. И вернуться домой, назад к Богу. В тот мир, откуда больше никто не падает. Никто не возвращается от ее доль страданий. Ну, есть наверно, когда вы делаете бхазама. А Трунам. А Трунам — это когда очень много фазивный. И учитывая, какие-то viele мнения, которые говорят, вы думаете, что у вас сегодня не сегодня. С не сегодня только теперь и сейчас, чтобы начать жизни. А Трунам. Но лучше не сегодня, но сегодня. В этом стихе есть еще одно слово Трунам, оно означает следующее, если вы хотите начать духовную жизнь завтра, начните сегодня, если думаете начать сегодня, начните прямо сейчас, настолько это важно. Я сейчас изучу и учусь, образование, у меня есть дети, и в последний раз. Сейчас, если вы хотите начать, начнете себя восстановлено, начните. И человеку может показаться, когда вопрос встает, чтобы начать духовную жизнь, он может подумать, но у меня так много важных обязанностей, на мне так много всяких ответственностей, например, у меня есть дети, у меня есть семья, у меня есть работа, у меня есть учёба, я должен заниматься прямо сейчас вот этим вот. Я считаю, что много, но я знаю, что у нас очень много, о чем? Когда человек делает это, он делает это больше, чем он делает. Почему вы изучаете? Почему вы изучаете рубль? Почему рубль в вашей жизни? Попросите о том, что животные, животные, ассе, они идут в школу, в колесе, они идут в работе. Никто не будет. Единственное, они получают продукцию. Махараджа, Махараджа, но как насчет обучения в университете? Он сказал, что нет, вот эти все важные дела по ответственности, на самом деле этим занимаются так же животные, в этом нет ничего такого особенного, человеческого. Этим занимаются животные, я говорю, но как же обучение в университетах, институтах? Животные этим не занимаются. И Махараджа говорит, хорошо, но посмотрите, а для чего люди учатся? Чтобы получить хорошую работу, зачем? Чтобы иметь хороший заработок, чтобы поддерживать семью и так далее и тому подобное. То, чем занимаются все остальные живые существа, животные. То есть, а все сводится опять к этому же. Ученая – махараджа, доченька, достигая с доченью и так далее. один день с принцами с другим с другим с другим с другим, там тоже будут как с есть. И только один день выгод, один пидж и в дом, один пидж и四 родители, один есть хрень и один пидж и один пидж, Человек, то есть, посмотрите, то, к чему стремится в чувственном наслаждении человек, эти наслаждения намного более доступны в животной форме жизни. Как много человек может в течение дня заниматься сексом? Но животные, они этим наслаждаются гораздо больше. Как много может родить человек детей в год? Одного ребенка, а животные, собака, трех-четырех щенят может родить. Свинья, 15-20 поросят может родить. А пик. I thought about пик. Хэнь? Это курица. Я не могу понять, что такое хэнь. Хэнь это курица. Курица, да? Сколько? How many хэнь? 21-21 человек. А, каждый день нас отдают супериспожидачного. Очень много, много. Удачи, Свинья. Да, как много. Если tous эти молодцы не будетFiей, стоя alle те, взрослыеotted и стыдателиare с этим, в семь основ Supp definители или 10-15 лет. А сколько нужно человеку, чтобы воспитать одного ребенка? 15-20 лет. А сколько нужно собаке? Через месяц уже может распрощаться своим щенком. И нового уже начать выращивать. Что вы делаете? Вы думаете, что жизнь будет успешной? Скриптурой говорит, что жизнь будет успешной. Мы думаем, что жизнь будет успешной. Кто-то думает, что успех в жизни в том, чтобы была хорошая семья, дом, заработок, но Священный Писание говорит, что нет. Успех в человеческой жизни этим не определяется. Почему Священные Писания говорят, что в человеческой форме жизни живое существо может повторять святые имена и закончить постоянное рождение и смерть, этот цикл в этом мире со всеми его страданиями? Я говорю, что если вы не будите Бхаза, то у вас без ног, 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 без ног. А, я понял. То есть, в Писаниях есть такое понятие двипадапашу, двуногое животное. Если человек не занят поиском абсолютно истинно, не служит Господу, он просто двуногое животное. Потому что все, что остается в его жизни, это те же виды деятельности, чем занятые животные. Поэтому так важно и необходимо повторять святой имя в своей жизни. Великолепно. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 тулусе коснется тулусе польет тулусе обойдет может даже случайно обойти по часовой стрелке например этот дом в нем тулусе и кто-то может во время утренней прогулки по часовой стрелке обходить до просто гуляем и он не знает даже что там доме есть тулусе господь когда смотрит живо обходит в этом доме кришна при оси моя дорогая мне тулусе я начну совершать положительство кубник он убавится это называется неосознанное предназначение господу одна мышка в храме она с голодухи решила попить масло из почти погасшего светильника он почти погас я насунула мордочку а усики затронули почти погасший огонек он вспыхнул и усики вспыхнули я начал со страху прыгать и господь подумал вот она танцует предлагать лампаду детям réussлись какие то мышка родилась принцессой занимался при этом служением и после этой жизни отправилась в духовный мир воду и поступок господь вас perception этом неососнанное для между мужелие когда такое неососнанное предназначение накапливается из жизни в жизнь господь думает тогда этотジиво сделала вот это потом она сделала вот это и там шргольмская жизнь не зила вот это Господь никогда ничего не забывает. Его память идеальна. Она вечна. И для него все наши миллиарды рождений. И все помнит. Поэтому через какое-то время он чувствует благодарность. Такую благодарность он думает, я должен этой дживи. Я должен что-то сделать. И когда такое желание отблагодарить появляется, кто исполняет желание Кришны? Богиня удачи. Шримати Радика. Бхагявана означает удачливая джива. Почему? Потому что Шримати Радика посылает свою спутницу в Дни Духовного Учителя. Следующая строка. Гуру Кришна Прасаде. По милости Кришны в жизни этого человека появляется Гуру. Что значит Гуру? Гу означает тьма, невежество. Ру означает рассеивать. Учитель это тот, кто рассеивает все страхи, все ложные представления о жизни. Всякое родо невежество. И дает очень ясное понимание того, кто он. Какова его конечная цель в жизни? Для чего он появился вообще в этом мире? И как эту цель быстрее всего достичь? И очень важно, что в этом стихе, во второй строке говорится Гуру Кришна Прасаде. И Гуру, и Кришна. Не только милость Гуру, но и милость Кришны. Почему? Потому что прежде чем душа встретит Гуру, есть милость Кришны. Из сердца что-то, какой-то импульс идет направить свой стоп в определенное место. И там встретить, иногда человек встречает духовного учителя просто, он шел гулять или еще что-то. И вдруг оказывается, Гуру Кришна Прасаде, по милости Кришны, Джива встречает Гуру. И что, как понять, что это тот самый Гуру, о котором говорится в этом стихе? Пае Бхакти Латта Биджа. Он, такой духовный учитель, дает этой Дживе, удачевой Дживе, Биджа означает семя. Или, по-другому говоря, желание служить Кришне. Бхакти Лата. Бхакти Лата означает буквально Лиана. Лиана предности. Лиана служения Господу. То есть, настоящий духовный учитель не вдохновляет живое существо на достижение райских планет. Он не вдохновляет на достижение мистических совершенств. Он не вдохновляет на освобождение страданий. Единственное, что он дает, это желание служить Кришне. Он его укрепляет и всячески развивает. Таков подлый духовный учитель. Да. Так что мы думаем, кто пришел сюда? Кто пришел сюда? Вы не были ни один человек. В таком случае, вы не могли бы идти к Богу. Санкар говорит, что Парботи, это материал, два вещи. Маин-харикатха, Маин-харикатха, садву-сангра. Вот это, как это? Снехалата. Она говорит, что много людей, что пришли сюда, пришли сюда. Но сколько людей пришли сюда? Очень-очень редко. Но вы идите в кинохол, где продают алкоголь, и какие-то пляжи, везде, 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 везде. Везде, 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 везде. Но когда мы говорим, что Парботи, очень-очень редко. То есть, те, кто пришел сюда, очень редкие души. Настолько редкие. Вот Снехалата, как и другие преды, наверное, зазывали людей, гостей. Но, как много пришло, не все же пришли. То есть, редкие души. Господь Шива, разговаривая с Парботи, о редкости тех душ, которые обращаются к Господу, Парботи спросил, насколько редкие такие души. Господь Шива говорит, в этом мире все доступно. Всевозможные формы чувства наслаждения, мистические совершенства, богатства, семейная жизнь, дома, дворцы. Все можно достичь в этом мире. Но очень редко. Вот две возможности необычайно редкие. Слушать повествование о Верховном Господе и общаться с святым человеком. Вот эти две возможности необычайно редкие. Почему? Посмотрите, как много людей в Сочи. Сколько из них, может погода испортилась, град был и так далее, все сбежали с пляжа. Но сколько людей на пляже? Сколько в пивных, в кинотеатрах, на стадионах и так далее? А как мало людей, которые хотят слушать о Верховном Господе? Это абсолютно истинно в своей жизни. Если, например, в каком-то месте появится актриса или актер, даже приглашать не надо, сарафанное радио разнесет новость, и там усоверится куча народа. Да. Но это бхакти, вы знаете, бхакти очень-очень там. Очень-очень там. Так что сегодня, когда все браджи госпитали к Кришне, и Мбакура Раманитю, Кришна, говорит, «Великобритания, Великобритания, Великобритания, Великобритания». Когда однажды Кришна заиграл на флейте, в ночную пору при полной луне, он таким образом призывал девушек в Раджа, «Пожалуйста, приходите, приходите». Он говорил, когда они появились, он нам сказал, «Свагатам! Добро пожаловать! Свагатам! Вы редкие души». Махарадж меня попросил рассказать о условиях, которые повторение Святого Имени приносит очень быстрое благо. В Священных Писаниях, в Шримад Багуа, там, например, рассказ, история Аджамилы. Аджамил всю жизнь грешил. Я понимаю, что Махарадж, просто я хочу сделать иллюдию. I want a small introduction. Аджамил всю свою жизнь грешил. Он убивал, грабил, хотя он был барманического происхождения, то есть был выходцем из аристократической семьи. Он оставил свою праведную жену, свою семью и женился на проститутке. И у него родилось много от нее детей. И даже в возрасте 90 лет у него родился еще один ребенок, которого он случайно назвал именем Господа, Нараяна. Ну так получилось. Он даже не знал, что он уже все забыл, что когда-то был праведником, что когда-то поклонился Господу, все забыл за 90 лет. И он назвал своего сына Нараяной. И в конце жизни, когда он его звал, Нараян, иди сюда, Нараян принеси то, Нараян то, Нараян это. Он таким образом повторял имя Бога. Конечно, он не знал, что он повторяет имя Бога. Но Господь, Господь нравится, называется санкетия, такое повторение имени, когда имеет в виду что-то другое, но при этом произносит имя Бога. Например, маргарин, рама. Я не имею в виду раму Верховного Голоса, когда я говорю маргарин. Но! Священное Писание говорится, есть такая форма повторения святого имени, когда имеется в виду что-то другое. А Господу это нравится. И оконная рама. А Джабил повторял, поэтому, когда пришло время смерти, за ним пришли посланники Бога смерти, Ямадуты, они хотели его забрать в ад. Он со страху звал своего сына. Нараян, Нараян! В имени Нараян четыре слога. Нараяна. И поэтому четыре посланника Вишну, Нараяны, пришли защитить его и забрать в духовный мир. Точнее, не забрать в тот момент, а защитить его от Ямадутов. И они объяснили посланникам смерти. Этот человек освободился от всех грехов, потому что произнес святое имя. Вот представьте, гору Шурхи, там, не знаю, рис, к примеру, выбивали, то есть добыли рис, осталась шелуха, огромная гора, достаточно одной искры, чтобы спалить всю гору этой шелухи. Грехи человека, подобно вот этой шелухе, одно имя, это как искра, она сжигает всю эту гору шелухи. То есть, в священнице они говорят, что нет такого греха, душа не способна только совершить грехов, чтобы его не освободило святое имя. Даже одно произношение. Что было дальше? Когда Аджамил понял, а потому что он слышал диалог между посланниками Господа и посланниками Бога смерти, и я...